В любом случае, обязательным условием является обработка рук. Ничего сложного в этом нет, антисептиков огромное количество и в аптеках. Никто не отменил обычное мыло, никто не отменил обычное мытье рук теплой водой. В любом случае, вирус, который попал на руки, который чаще заносится на слизистые оболочки рта и носа, не секрет, что у нас любят некоторые потрогать нос и лицо, в том числе грязными руками. Таким образом мы исключаем вот эту передачу вируса посредством грязных рук. Следующий момент тоже очень важный, очень мне нравится наблюдать студентов. Одеваться просто по сезону. Меня очень веселит, когда идет молодой человек или девушка в шубе, но при этом в каких-то шортиках с торчащими голыми лодыжками. Я не знаю, кто ввел эту моду. В России всю жизнь носили валенки. И никаких вспышек вирусных инфекций не было, потому что любое переохлаждение приводит к снижению иммунитета, и, соответственно, вот он вам восприимчивый объект, на который может сесть инфекция. Следующий момент – это общеукрепляющие меры. То есть никто не отменял, опять-таки, занятия спортом, чтобы повышать дополнительный ответ. Это не обязательно профессиональный спорт, это банальная зарядка – три раза махнуть руками с утра или вечером. Соответственно, это прогулки на свежем воздухе. Ну, естественно, опять-таки, одетым по сезону, а не для того, чтобы простыть, да, окончательно и бесповоротно. Соответственно, это прием витаминов. Их тоже на разный вкус, на разный кошелек. Огромное количество в аптеках. Не обязательно гнаться за дорогими импортными витаминами, как некоторые делают. Вполне работают наши российские витамины. Они сейчас хорошего качества, столь же безопасны, как импортные. Пожалуйста, можно выбрать. Особенно важен это витамин С. Вот я бы посоветовал, если есть возможность, если человек подозревает, что был в контакте с вирусной инфекцией, просто один грамм аскорбинной кислоты в сутки. Если мы берем аскорбиновую кислоту в таблетках или в драже, там достаточно маленькая дозировка, обычно 5 миллиграммов. То есть надо просто пересчитать на грамм. Проще взять в пакетике. Тоже очень доступно по цене. Тем более очень доступно растворить в стакане воды, выпить хотя бы грамм аскорбинки в сутки уже достаточно. Глюканат кальция тоже никто не отменял. Тоже стоит копейки. Но повышает, особенно в сочетании с аскорбинной кислотой, повышает неспецифическую резистентность уже сосудов. И вирус просто не может попасть, точнее попадая даже на следующую оболочку, не может попасть внутрь сосуда, и, соответственно, заболевание не разовьется. Вот, соответственно, проветривание помещений тоже никто не отменял. Особенно если большое количество людей находится в одном помещении. Выйти на 5-10 минут, проветрить весь вирус. Даже если он там есть, он выдувается. А самое главное, у каждого инфекционного агента есть так называемая доза вируленности. И если ты ее не достиг, то заболевание не возникнет, даже если этот инфекционный агент присутствует в окружающей среде. То есть нужно совершенно четкое количество каких-то, пусть это будет десяток, сотни, тысяча вирусных или бактериальных частиц, чтобы возникло заболевание. Без этого не получится, заболевание не возникнет. Простейший способ профилактики. Наши бабушки и дедушки всегда проветривали помещение, не болели.